всем привет добро пожаловать на мой канал меня зовут любая своих видео я рассказываю о жизни в швеции о красоте и об уходе за собой если тебе интересна данная тематика оставайся со мной подписывайся на канал ставь лайки и оставляй комментарии я отвечаю каждому и сегодня мы будем снова считать денежки я вам расскажу в этом видео кто и сколько зарабатывает в швеции все данные которые я буду озвучивать в этом видео я не придумала я взялся официального сайта стать school point с е а это стоит со статистической аналитикой зарплат по всем профессиям по всей территории швеции ссылочку на этот сайт я оставлю вы конца видео и вы сможете найти на нем конкретно свою профессию и узнать какая же средняя зарплата будет у вас по всей швеции исходя из этих статистических данных также я буду немножечко подглядывать я себе написала небольшую шпаргалку чтобы ничего не забыть ничего не упустить и все вам рассказать особенно я хочу попросить вас разослать это видео вашим знакомым украинцам которые приехали сюда по директиве которые на сегодняшний день не осведомлены об оплате труда в швеции о средних заработных платах во избежание таких ситуаций когда труд человека обесценивается когда платят очень мало денег за выполненную работу чтобы не допустить использование труда человека чтобы наши с вами соотечественники знали какая зарплата у нее должна быть и какие минимальные заработные платы вообще существуют в швеции и начну я это видео с того что средняя заработная плата в швеции независимо от пола составляет 37 тысяч 100 крон в месяц до вычета налога несмотря на борьбу за равноправие за феномистические движения женщин мужчины средняя заработная плата мужчин в швеции составляет 39 тысяч крон а средняя заработная плата женщин в швеции составляет 35100 крон по аналитике на 2022 год и начнем мы с вами с минимальной заработной платы с того какие же профессии получают минимальную заработную плату и будем постепенно увеличивать заработную плату до 30000 крон 3000 евро в месяц приблизительно кто не знает курс соотношение евро к кроне примерно 1 к 10 в общем делите стоимость в кронах на 10 и вы получите цену в евро конечно это далеко не весь список профессий это те профессии которые по моему мнению наиболее распространенные с остальными профессиями вы можете ознакомиться на сайте ссылку на который оставлю в конце этого видео и найти конкретно свою профессию а также другие которые вас интересуют минимальную заработную плату в размере 24200 крон в месяц до вычета налогов получают в швеции разнорабочие дворник расчистка уборка леса газонапокосильщик и все остальные профессии с физическим трудом немного больше согласно статистическим исследованиям получает в швеции уборщица и неважно где вы работаете уборщица зарплата 24 тысячи 800 крон в месяц также 24 тысячи 800 крон в месяц получают официант и посудомойщик то есть работа в сфере обслуживания работа в сфере чистоты еще немного выше зарплата именно всего лишь на 200 крон получают военные должности в швеции это 25 тысяч крон до вычета налога зарплата в размере 25 тысяч 300 крон в швеции получают няни и учителя в дошкольных учреждениях швея в швеции будет зарабатывать 26 тысяч 900 крон сиделка помощник для людей которым требуется необходимый уход будет зарабатывать 27 тысяч крон то есть 2700 евро в месяц средняя заработная плата таких профессий как смотритель музея и работник гардероба составляет 27 тысяч 600 крон в месяц сборщик монтажник будет зарабатывать здесь в швеции 28 тысяч триста крон до вычета налога повар будет зарабатывать всего лишь на 200 крон больше согласно статистическим данным а именно 28 тысяч 500 крон в месяц а также на 200 крон больше чем повар будет зарабатывать водитель пассажирского транспорта его зарплата в месяц будет составлять 2870 евро в месяц опять-таки до вычета налога эта сумма значительно поменяется после уплаты всех налогов мы приближаемся к отметке 3000 евро в месяц и я выделила еще две профессии которые зарабатывают 27700 крон в месяц такая зарплата будет у всех практически у всех работников пищевой промышленности конкретный список специальности в опять-таки можете посмотреть на сайте более подробно также водители грузовых машин а мусоровозов и дальнобойщики будут зарабатывать 29 тысяч 900 крон в месяц это был небольшой обзор на рабочие специальности и оплату их труда в швеции а также хочу поговорить сейчас о самых высоких зарплатах швеции кем нужно быть чтобы зарабатывать много денег всем нам интересна эта тема давайте ее немножечко обсудим самая высокая зарплата в швеции а именно сто сорок четыре тысячи девятьсот крон в месяц да да здесь нет ошибки ни в одном нуле зарабатывают конечно же конечно же директора в банковской сфере директора предприятий крупных в принципе как и везде наверное по всему миру здесь я ничего нового вам не скажу также я не удивлю вас тем что шефы предприятий зарабатывают от девяносто девяти тысяч девятиста крон в месяц это тоже наверное ни для кого не будет сюрпризом но на что я хочу обратить ваше внимание кто еще зарабатывает много денег в швеции это врачи врачи у которых узкая направленность узкая специализация это анестезиологи гинекологи кардиологи дерматологи и так далее это специальность оплата заработная плата врачей с узкой специализации швеции составляет восемьдесят три тысячи двести крон в месяц давайте дойдем с вами в обратном порядке до пятидесяти тысяч крон в месяц я выделила еще три специальности и три низшие заработных плат до уплаты налога опять-таки повторюсь эта сфера айти специалисты в айти зарабатывают шеции от семидесяти тысяч крон в месяц до на уменьшение пятидесяти одной тысячи шестьсот крон в месяц в зависимости от вашей должности соответственно также юристы и адвокаты в швеции зарабатывают пятьдесят четыре тысячи четыреста крон в месяц до оплаты налогов и последняя специальность это инженеры в разных отраслях их зарплата составляет пятьдесят тысяч шестьсот крон в месяц чтобы найти больше информации больше ведомости о средней заработной плате в швеции вы можете перейти по ссылочке которую я оставляю вам а также вы можете в поисковой строке гугла ввести запрос лен статистику обязательно проверяйте актуальность статей потому что при подготовке этого видео я находила статьи и за 2020 год и за 2021 год статистические данные а нас интересует конечно же сегодняшний день это 2022 год и конечно же остается актуальным вопрос какая сумма остается на руках после оплаты всех налогов я не совсем компетентно в данной тематике поэтому я скажу вам совсем совсем приблизительно что налоги это примерно 30 процентов от вашей заработной платы это минимальная ставка и чем больше вы зарабатываете швеции тем больше налогов вы платите соответственно теперь вы владеете информацией и я надеюсь что это видео было вам полезным оставляйте комментарии давайте обсудим если у вас остались какие-либо еще вопросы дополнительные подписывайтесь на канал а я в свою очередь желаю вам найти работу в вашей мечты а тем кто уже работает чтобы то чем вы занимаетесь приносило вам удовольствие и много денег всем пока пока до скорых встреч